Конституция США предоставила Конгрессу право контроля над государственным бюджетом. Заимствование позволяет Федеральному правительству США финансировать различные программы, которые законодатели одобрили ранее. Законы, позволяющие Федеральному правительству до определенного предела брать деньги в долг, не утверждая каждый полученный кредит в Конгрессе, появились примерно сто лет назад. На соответствующие решения законодателей повлияла Первая мировая война. Как известно, любая война стоит очень больших денег. В частности, по данным Министерству финансов США, львиная доля бюджета США в 2022 году была израсходована на социальные и оборонные программы. На обслуживание долговых обязательств было потрачено 8% бюджета. Использование долговых обязательств позволяет федеральным властям финансировать многие крупномасштабные программы, например, инфраструктурные проекты, способные многократно купить вложения в долгосрочной перспективе. Однако почти столетие государственный долг США стабильно растет, причем как и долги подавляющего большинства индустриально развитых стран мира. Последние 20 лет все бюджеты США дефицитные. Процедура повышения потолка госдолга в США вызывает у всех повышенный интерес, в отличие от аналогичных процедур в других государствах, поскольку она регулярно становится причиной политических кризисов в Вашингтоне, а также речь идет о крупнейшей экономике мира. По состоянию на начало 2023 года 75% госдолга США владеют американские граждане и компании. Долговые обязательства США традиционно считаются одними из самых надежных и безопасных финансовых инструментов, поэтому подобные вложения привлекают инвесторов, заинтересованных в стабильности, а не быстром росте дохода. Примерно четвертью госдолга США владеют иностранные государства частные инвесторы. По данным Министерства финансов США, в январе 2023 года крупнейшими пакетами американских трудовых обязательств обладали Япония, Китай, Великобритания, Бельгия и Люксембург. Ныне Соединенные Штаты крупнейший должник в мире по абсолютным размерам государственного долга, однако далеко не самый крупный, если сравнивать размеры ВВП и размеры долга. Методики расчетов различаются, однако если использовать данные Международного валютного фонда, то по состоянию на 2021 год долг США составлял примерно 115% БВП. Для сравнения долг Японии около 220%, долг Великобритании около 100%. Начиная с 1960 года Конгресс США повышал потолок госдолга 78 раз. 49 раз при президентах республиканцев, 29 раз при президентах демократов. К примеру, в президентство республиканца Рональда Регана потолок повысили рекордные 18 раз, в президентство демократа Барака Обамы 11 раз. Чаще всего эта процедура проходила малозаметно для публики, однако иногда становилась причиной кризисов. Во многих случаях оппозиционная партия подобным образом пыталась добиться прекращения финансирования некоторых программ, предложенных действующей администрацией. Так, в 2023 году республиканцы, в частности, пытались сократить финансирование программ борьбы с глобальным изменением климата, предложенных демократической администрацией Джо Байдена. В конце 95-го и начале 96-го года политические дебаты о повышении потолка госдолга привели к закрытию федерального правительства США. Считается, что невозможность повысить потолок госдолга приведет к катастрофическим последствиям для экономики США и всего мира.